На Янакевском металлургическом заводе началась подготовка площадки для строительства новой аглофабрики. Агломерационная фабрика займет 22,5 гектара, причем часть территории ЯМЗ берет в аренду у Янакевского коксохимического завода. Работа по демонтажу ветхих зданий и конструкции начались в феврале нынешнего года. И вот, чтобы продемонстрировать первые результаты, 1 марта руководство ПО ЯМЗ пригласило на строительную площадку новой агломерационной фабрики городского головы Янакева Валерия Олейника и представители средств массовой информации. Основной корпус аглофабрики будет располагаться здесь. Значит, чтобы вам было понятно, вот мы сейчас с вами находимся на площадке. Это первая площадка, которую мы освободили от старых строений. Это вот. Значит, сейчас мы заканчиваем демонтаж фундаментов коксосортировки. То есть выглядела она примерно как одноподъездная девятиэтажка. Это все было разобрано. Мусор был выведен. Значит, заканчиваем демонтаж фундаментов. И наши строители готовятся перейти вот на эти следующие, на демонтаж вот эти следующие здания. За месяц строителями было вывезено более 2,5 тысяч тонн демонтированных конструкций. Но самые сложные работы еще впереди. Сносу подлежит самая высокая в Янакеве труба старого коксохимического цеха высотой 110 метров, для демонтажа которой будут привлечены промышленные альпинисты. На данный момент, с сентября месяца, то, что я вижу, я здесь уже не первый раз, идет работа. Идет работа и финансовая, идет работа и строительная. И идут переговоры непосредственно с компанией, которая будет заниматься. И уже вы слышали договоренности определенные и есть. Плюс идет проектная работа. И она практически завершена. В конце марта мы обещаем, я буду выложить ее полностью для ознакомления с общественностью и средствами массовой информации. То есть мы реально можем оценить, это один из подготовительных этапов, это один из этапов работы. По словам генерального директора по УЕМЗ Александра Подкорытова, строительство новой аглофабрики позволит металлургическому заводу в два раза увеличить производительность агломерата, но при этом в 10 раз уменьшить выбросы. Ввод в эксплуатацию новой фабрики запланирован на 2016 год.